Новости нашего города на телеканале Котлас 24. Здравствуйте! В студии Елена Нилаева. Смотрите выпуски. В приоритете поддержание жизнедеятельности города и вхождение в федеральные и региональные программы в Котласе прошли публичное слушание проекта бюджета на 2023 год. Третий лицей. Отремонтировать. Старый театр. Снести. Депутат Василий Волков с плановой поездкой по своему округу. Изменения в законодательстве. Компания Сугас Мед переходит на единый реестр данных. Гражданам необходимо передать о себе актуальную информацию. Сегодня в городской администрации состоялись публичные слушания по проекту бюджета Котласа на 2023 год. Они прошли в дистанционной форме. Ознакомиться с проектом бюджета можно было на сайте городской администрации. Принимались предложения и замечания. В итоге поступило только одно. О том, как планируется распределить местный бюджет в следующем году в первом материале выпуска. Доходы бюджета Котласа на 2023 год спрогнозированы в объеме 2 млрд 813 млн рублей. Расходы местного бюджета составят 2 млрд 902 млн рублей. Дефицит при этих параметрах сложился в объеме 89,1 млн рублей. Соответственно, пришлось расставлять приоритеты. Кроме обеспечения содержания учреждений стояла задача запланировать средства на софинансирование для участия в национальных проектах и региональных программах. Традиционные статьи расходов. Зарплата бюджетников с учетом повышения минимального размера оплаты труда и коммунальные расходы учреждений с учетом индексации. По другим направлениям расходования средств. На строительство автомобильной дороги по проспекту Мира предложено выделить более 2 млн рублей. На проектирование дороги по Ушинскому, это порядка 2 км, более 1 млн рублей. На проектирование строительства театра в Котласе 1,5 млн. На укрепление материально-технической базы образовательных учреждений более 14 млн рублей. В том числе более 9 млн рублей предлагается выделить на софинансирование для капитального ремонта в 91-й школе. На капитальный ремонт муниципальных объектов спорта выделить предлагается 5 млн рублей. На ремонты дорог, тротуаров и дворовых территорий заложено порядка 56 млн рублей. Монтаж наружных линий освещения по муниципальной программе «Дорожная карта» 5 млн рублей. На осуществление регулярных пассажирских перевозок общественным транспортом 4 млн рублей. 4 млн 600 тысяч рублей составит местное софинансирование при строительстве канализационно-насосной станции в Южном микрорайоне. За счет этого получена областная субсидия в размере 34 млн. Ознакомиться с проектом решения бюджета можно было на официальном сайте города. Предложения и замечания принимались до 28 ноября. Предложение поступило одно – внести в городской реестр улицы в районе Тизов. Проект будет рассматриваться и приниматься городским собранием депутатов 15 декабря. Между тем, в преддверии формирования бюджета на следующий год депутаты городского собрания посетили свои округа. Поездки традиционные – это встречи с жителями, подведение итогов работы, а главное – выявление основных проблем. Именно они будут учиться при распределении городских средств. Центр города и часть Приречного района – округ депутата Василия Волкова. Он ратует за выделение средств на ремонт третьего лицея, снос ветких строений и приведение в порядок городских территорий. Здание третьего лицея в Котласе. Оно давно требует капитального ремонта. В прошлом году средства из городского бюджета были выделены. Их хватило, чтобы решить часть проблем. Сделано крыльцо, делан вот этот предбанечек, внутренняя отделка сделана. Также до конца года в третьем лицее и еще в ряде школ города будет смонтирована система видеонаблюдения. Еще у нас остались некоторые варианты сметы, которые не реализованы. Мы ждем дальше денег. Это непосредственно перед само крыльцо и перед крыльцом вот эту территорию. Перейдем к недостаткам. Следующим. Вот эта дорожка прямо натоптана школьниками. Мне раз обращались жители вот этого дома, да не только этой, рядышком живучих, и родители. Что дети ходят, весной будет грязь, слякоть. Прочно сделать здесь дорожку. Ну, пешеходную дорожку. Пешеходную, да, чисто. Если говорить о Приречном районе в целом, много жала поступало от местных жителей летом. В основном из-за некошенных газонов. Отсутствие оборудованной контейнерной площадки возле одного из магазинов – причина распространения мусора. Муниципальная территория вдоль домов по улице Кирова, по словам депутата Волкова, изрядно запущена. Что превратилось в наши самые яблоньки, вот эти деревья. Они такие заросли сделали, как будто как пустырь. Здесь аптека рядышком, дома живут, люди, место должно быть более облагорожено. Портит вид и сгоревший дом по набережной. И в Комитете по управлению имуществом пообещали – его скоро снесут. На следующей сессии депутатов будет рассматриваться вопрос корректировки бюджета, то есть переноса денежных средств, где уже запланированы у нас денежные средства, как раз предусмотренные на снос остатков этого дома. То есть мета составлена, ну, планируем до конца этого года, либо январь следующего года. Ну, после этого будет дом снят с кадр учета и будет решаться вопрос об объединении земельных участков и выставлении их на торги. Старое здание Котловского драматического театра. Местные жалуются, что здесь зачастую собираются подростки. Забраться внутрь для малолетних любителей приключений не проблема. Иначе, если будет травма, если будет, не дай бог, со смертельным исходом, то, конечно, будет администрация опять. На прошлой сессии городские депутаты одобрили выделение денег на снос старого здания театра, а также на инженерные изыскания для возможности строительства здесь нового. А вот будут ли продолжены стройки по улицам Невского и Калинина, пока вопрос. Огороженная территория на перекрестке в таком виде уже не один год. Больше пяти лет стоит. Надо, я думаю, считаю, все-таки приходить к консенсусу администрации и владельцу этого участка. Ведь даже забор упал. По участку рядом с торговым центром «Кристалл» долгое время шли судебные тяжбы. Жители рядом стоящего дома обратились в прокуратуру с жалобой на застройщика. Столь близкое соседство с магазином, который начал строиться под их окнами, местных не устраивало. Городской суд подтвердил, у «Кристалла» и так недостаточно территории под парковку. А значит, делить участок на два нельзя. Впрочем, областной суд решение городского отменил. Если не последует обжалование, стройка может быть продолжена. С 1 декабря вступают в силу изменения по обязательному медицинскому страхованию. Компания «Сога-Смета» переходит на единый федеральный регистр застрахованных лиц. По этой причине некоторые категории граждан в кратчайшие сроки должны обратиться в офис компании. В Кутласе он находится по адресу Кедрово, дом 3. Здесь ждут тех, у кого истек срок действия временного свидетельства. А готовый полис еще не забран. А также тех, у кого изменились паспортные данные. Полис действует бессрочно. Меняется, если изменится фамилия, имя, отчество, дата рождения. При получении нового паспорта 14 лет, 20 лет, 45 лет или по каким-либо другим причинам произошли изменения паспортных данных, гражданин обязан об этом уведомить страховую компанию в течение 30 дней. Но сообщают об изменениях далеко не все. А сейчас данные необходимо актуализировать. Также это касается тех, у кого полис старого образца, полученный до 2011 года. Непопадание в федеральный реестр грозит проблемами с получением плановой медицинской помощи. Неотложная помощь будет оказываться пациентом в любом случае. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после которой продолжим. Не переключайтесь. Магазин Second Hand одежды из Европы и Америки. Навес. Котлас, пицца, весна, второй этаж. Новое поступление завтра. А твой брат когда уже съедет? Квартиру выберет, купит и съедет. Куплю, если документы все чистые будут. Это я выбираю, выбираю. Это жить.ком. Для тех, кто навыбирался. Продолжит программу очередной выпуск проекта «Я волонтер». В преддверии Дня добровольца, он отмечается 5 декабря, мы собрали истории тех, кто своим призванием считает помощь другим. Каждый день мы знакомим наших зрителей с одним из наших земляков-волонтеров. Я являюсь лидером культурных волонтеров «Смайл». Наши ребята занимаются тем, что поддерживают культурное достояние нашего города. У нас есть значимые акции и мероприятия. Например, акция «Добрые лапки», где наши волонтеры, и не только волонтеры, собирают корм и важные для приюта вещи. Также в наши обязанности входят адресные поздравления. Адресные поздравления – это поздравления юбиляров долгожителей. Мы на руки получаем подарки от администрации и ходим на поздравления. Также я могу рассказать про волонтеров образования. Волонтеры образования занимаются просвещением в нашем городе и ходят на классные чешцы в наши школы и проводят добрые уроки. С 1 по 10 декабря во всех регионах России пройдет традиционная декада приемов граждан, приуроченная ко дню рождения партия «Единая Россия». Ей исполняется 21 год. В эти дни на вопросы заявителей отвечают депутаты всех уровней, высшие должностные лица, главы муниципалитетов, представители исполнительных органов власти и профильных ведомств. В Котласе с 1 по 10 декабря в рамках декады приема граждан также будет работать общественная приемная «Единой России». Она располагается по адресу Карла Маркса, 7 зданий бизнес-центра, кабинет 351. 1 декабря с 15 до 17 часов прием граждан проведет глава Котласа Светлана Дайнека. 2 декабря прием по социально значимым вопросам. С 10 до 12 часов ввести его будет заместитель главы Котласа, начальник управления по социальным вопросам Эдуарда Вилкин. На следующей неделе пройдут приемы Котлашан по вопросам ЖКХ, дошкольного и школьного образования здравоохранения и ряду других. На сегодня это все. Смотрите новости нашего города на сайте kotlas24.ru и одноименной группе ВКонтакте. Далее ценные новости, прогноз погоды. Всего доброго. До завтра.